Куриные котлеты Троекурова из охлажденного филе. По-домашнему вкусно! Церковь Николая Чудотворца в деревне Монастырь Гаинского района была построена в конце 19-го, начале 20-го века на месте ранее сгоревшей церкви, простоявшей 300 лет. По преданиям, поселение было основано в 1539 году людьми, недовольными властью, подальше от сферы влияния церкви официальной. Места и впрямь, как бы мы сейчас сказали, а до недавнего времени так оно и было. Только самолетом можно долететь. Но красота сказочная. Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях Ольга Молчанова, генеральный директор туристической компании «Финист Ревел». Здравствуйте, Ольга! Доброе утро! И уж вы тут точно знаете, насколько красиво там, на севере Пермского края, и насколько вкусно. Что мы сегодня готовим? Мы сегодня будем готовить северную или монастырскую грибовницу. Этот рецепт очень старинный. Он из даров леса. И люди, которые населяли ту территорию, готовили его в зимнее или весеннее время для того, чтобы поддержать себя питательной и очень вкусной едой. А монастырская грибовница называется, потому что она вот из этой деревни прямо, из деревни Монастырь, да? Да, деревня именно так называется, потому что там был мужской монастырь в свое время. И все попытки переименовать эту деревню, они не увенчались успехом. Так и осталась охота, рыбалка, грибы, ягоды. Причем в каждой местности, насколько я знаю, настоящими грибами считаются только определенные грибы, а остальные считаются не грибами. Жители признают только три вида грибов. Белые, красноголовики и грузди. Все остальное они считают поганками. И в нашем нынешнем рецепте грибы тоже вполне определенные, да? Это белые и черные. Белые и черные. Или черные, это красноголовики. Когда они высыхают, они становятся черными. А есть ли еще какие-то тонкости? Северная грибовница предусматривает, предполагает дичь. Самое лучшее – это глухарь. Ну, так как не у всех в семьях есть охотники. Охотники не у всех, но у меня есть охотник. Муж охотник. Муж охотник именно в тех местах он и охотится, и колдует. Но есть тонкость. Если у вас нет глухаря, то можно использовать индейку или курицу. Потому что, когда они варятся вместе с черными грибами, курица или индейка приобретают цвет глухаря. А вкус оригинальной грибовницы, которая с глухарем, отличается от грибовницы с курицей? Конечно, отличается. Секрет в том, что каждая грибовница отличается от предыдущей или последующей. Все зависит от того, из чего она сделана, где и, главное, кем. Ну, надеюсь, наша удалась, судя по аромату. И назовем мы ее супом с глухарем. Супом? Нет, мы назовем ее северной грибовницей с глухарем в кавычках. Приятного аппетита. Северная грибовница с глухарем. Грибы белые и черные, то есть боровики и красноголовики, замочить на 2-4 часа, промыть несколько раз, воду слить. Вымоченные грибы порезать, пожарить на масле, лучше топленым или сливочным. И варить вместе с глухарем или нежирным мясом. Дичь, курица, индейка. При готовности мяса его достать и порезать на порции. В грибовницу добавить порезанную картошку, пассерованный лук и тертую морковь, лавровый лист, соль по вкусу. Варить до готовности грибов. Ну, а подавать обязательно со сметаной. Самым родным и любимым людям приговаривая. Будьте такими же здоровыми, как сосновый бор, крепкими, как белый гриб-боровик, и красивыми, как красноголовик. Огромное спасибо, Ольга, за интересный рассказ, за вкусный суп. Приходите еще. Я желаю всем, больше путешествуйте, открывайте новые горизонты и пробуйте эту жизнь на вкус. Каждое путешествие в нашей жизни – это таинственная дверь, за которой скрываются новые впечатления, позитивные эмоции и интересные люди. Вот уже 20 лет «Финистревл» успешно подбирает ключи для лучших, незабываемых приключений. Распахните дверь в мир путешествий прямо сейчас. В честь юбилея «Финистревл» разыгрывает бесплатную путевку для двоих на Средиземное море. Все подробности на сайте и по телефону. 219-66-66.